Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 27 июня, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Елисея, Мефодия, Николая, Александра, Павла. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня день памяти также пророка Божьего Елисея, ученика и человека, воспринявшего сугубо благодать пророка Божьего Илии. Жил святой в IX веке до Рождества Христова. Был родом из селения Авелмаум, близ Иордана. По повелению Господню был призван к пророческому служению святым пророком Илией. Когда настало время взятия пророка Илии на небо, он сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. А вот интересно, каждому бы из нас выпал шанс просить у чудотворца то, что он наверняка бы нам дал. Что бы мы попросили? Что бы самое главное, чаяние сердца, ума возникло бы в нашем сознании? Пророк Илией попросил для дела Божья сугубую благодать, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Пророк Илия сказал, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, если не увидишь, не будет. Когда они шли по дороге и беседовали, явилась огненная колесница и кони, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул, отец мой, отец мой, колесница Израилева и конница Его. Подняв упавшую с неба милоть, то есть плащ своего учителя, Елисей получил силу и пророческий дар Илии. Его пророческое служение продолжалось более 65 лет при шести израильских царях, от Ахаза до Иоаса. И во дни свои не трепетал перед князем, и никто не превозмог Его. Святой пророк творил многочисленные чудеса. Разделил воды Иордана, ударив по ним милотею пророка Илии. Сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника. Обильным изведением воды молитвой спас от гибели стоявшие в безводной пустыне войска израильские и иудейского царей. Избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. Оказавшая пророку гостеприимство, женщина-саманитянка была обрадована рождением сына по его молитве. Когда же ребенок умер, то был воскрешен пророком. Сирийский военачальник Нейман был исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослушался пророка и тайно от него взял деньги от Неймана. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами и силой своей молитвы совершил много других чудес. Скончался святой пророк в глубокой старости в Самарии. И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти были дивны дела Его, говорит Священное Писание. «Через год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его останки, воскрес от прикосновения к его мощам. Пророк Елисей, так же как и его учитель, святой пророк Илья, не оставил после себя книг, их проповедь была только устной. Иисус, сын Сирахов, написал похвалу обоим великим пророкам». Продолжая тему целей и смысла христианской жизни, стяжания благодати Духа Святаго Божья, можно поговорить вот о чем. «Каждый, кто так или иначе принимает благодать Божью, должен иметь какие-то критерии, по которым определить, а наблюдается ли во мне присутствие благодати Божией, или я давно ее растерял, или я совсем не то принимаю за Божий дар? Как человек должен переживать присутствие благодати, и что человеку дает с подкосновения с Богом? Часто слышишь от людей, не часто бывает, когда человек, допустим, приступил к Таинству Причастия, выходит и говорит «мне так хорошо, у меня такое возвышенное настроение», и дальше описывает какие-то душевные переживания. Это душевные, личные переживания человека, которые больше похожи на какой-то восторг, на эйфорию. А благодать Божия, когда приходит, она приносит с собой мир, мир устойчивый, невозмутимый. Даже если человек каким-то образом оскорбят или унизят, он не потеряет мир сердца. Приносит жажду духовного и, напротив, охлаждение к миру. Человек искренне и глубоко помолившийся, он не хочет сразу же бежать, включать телевизор и погружаться в ту помойку, которая человеку предлагается, как культурная программа. Напротив, ему хочется побыть в тишине, побыть вдвоем с Богом. Это признак внимательной, доброй молитвы, когда оканчивается молитвенное последование, а у человека есть еще стремление, еще немножечко побыть перед иконочками или в храме, когда не хочется уходить от общения с Богом. Благодать Божия, приходя, побуждая человека к духовному труду. Ну и самое действенное явление благодати происходит тогда, когда человек начинает по-другому видеть себя, когда человек начинает видеть свои немощи и свои грехи. Потому что для того, чтобы человека спасти, он должен отделить от себя грех. Но по той причине, что мы все больны страшным недугом гордостью, а она ослепляет человеческий ум и не дает возможности видеть себя настоящего, в основном взгляд через розовые очки, что я ли на свете всех милее, всех румянее и белее, ну или по крайней мере не хуже, а уж точно некоторых даже лучше. Вот благодать Божия, она открывает человеку его немощи. В нашем народе даже возникло такое наблюдение, что сделал доброе дело, но жди искушений. Ну, в каком-то смысле извратив это наблюдение, говорят, не делай добра, не получишь зла. Но на самом деле искушение — это же неплохо, это же испытание, испытание готовности, устойчивости человека. Это проверка, это экзамен, зачет или незачет. А так сделал добро, и Господь испытывает. А какого качества твоя душа стала? Усвоил ли ты ту благодать, которая пришла? Укрепила ли она твою волю, умерила ли твое сердце, очистила ли твои мысли? Недавно один христианин рассказал такую историю. Но Господь, Он ведь нас лечит, поэтому обычно Он такой точечной терапией ударяет в те больные места души, которые требуют особого внимания. И вот у него такая страсть гнева, вспыльчивости, офицер, запаса. Понятно, что большую часть времени провел в командовании. А сейчас уже достаточно долго в церкви приходит и говорит, «А я сегодня не ударил человека». А ситуация, она такая обычная, ежедневная. Жара, пробки, люди напряжены. Абсолютное большинство людей не могут обладать собою, поэтому малейшая искра, и человек тут же превращается в бесноватого, начинает орать, распускать руки. И вот он оказался в ситуации, когда по причине небольшой аварии он вынужден был создать пробку на дороге. Вдруг откуда-то подлетает мужичок на камре. Видно, класс машины позволяет некоторым товарищам вести по-другому, чем обычные водители. Выскакивает, ну и прям с кулаками. Я, говорит, знаешь, я удержался, чтобы ему не ответить. Вышел из машины и нашел в себе силы его успокоить. Успокоил себя. Он вскочил в машину и как-то жутко ругаясь, улетел. Ну, улетел целым и невредимым, потому что физические данные были совершенно неравны. Просто в землю мог закрутить бывший офицер. И вот он смог удержать себя, удержать от зла. С одной стороны, это признак какого-то опыта духовного. А с другой, Господь все равно вновь и вновь задевает эту тему, что нужно еще над собой работать. Нужно, чтобы внутри не возникало злобы и ненависти в отношении к человеку. Примерно так действует благодать. Человек, соприкасаясь с ней, через какое-то время оказывается в моменте испытания. И нужно найти в себе силы, а точнее, вспомнить в этот момент о Боге, помолиться или вспомнить одну из евангельских заповедей, ей свое сердце умереть и попробовать ее выполнить. Помогай нам с вами всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok